Дорогие друзья! Почему мы их пригласили? Ну, ситуация разворачивается очень интересно и даже, я бы сказала, драматическая, потому что эти два магазина находятся в одном месте, в доме быта по улице Чехова. Они активно проводят рекламные кампании, и Павел Третьяков уже давно известен нашим зрителям по таким интересным акциям, как разгром китайских дверей, бег с дверями по улицам города и так далее. И сейчас, буквально совсем недавно, о себе заявил новый магазин «Железный дракон», объявил грандиозный приз «Запорожец», автомобиль канун Нового года. Но произошли некие события, о которых мы хотели бы сейчас поговорить. Ну и впервые мы постараемся примерить конкурентов в нашей студии. Вот такая интересная у нас сегодня программа. Ну и первый мой вопрос. Александру, вы объявили грандиозную акцию, которая уже сказала, что один из ваших покупателей к Новому году получит приз «Автомобиль». Насколько я знаю, автомобиля уже нет. Что будете делать? Автомобиля уже нет, но так как «Железный дракон» еще ни разу не обманул своих покупателей и потенциальных клиентов, мы сдали на металлолом тот приз, который был в розыгрыше. И на вырученные деньги мы решили купить на все деньги шампанского. Так как Новый год, мы решили подарить каждому из наших клиентов по бутылке шампанского, а главному победителю достанется ванна шампанского. Ванна шампанского. Шикарно. Я думаю, замечательный приз к Новому году. Ну, а следующий мой вопрос я хочу загадать Павлу Третьякову. Скажите, у вас появился буквально под боком такой активный конкурент, который предлагает сногсшибательные призы. Сначала автомобиль, теперь ванна шампанского. Как будете его побеждать? И не сложно ли работать с таким конкурентом рядом? Конкурент оказался действительно очень активный, но назвать его в принципе конкурентом сложно. То есть, нам очень повезло, что магазин «Железный дракон» занял тот ценовой сегмент, который не был охвачен у нас. То есть, у нас двери начинаются от 10 с небольшим тысяч и выше, до 80 тысяч рублей. А многих людей эта цена крайне не устраивала. Ну, по крайней мере, если человек не видит разницы в дверях, то он выбирает только по цене. Вот. И в тот момент, когда открылся магазин на первом этаже, люди, которые не были довольны ценой в нас, шли покупать туда. А если их не устраивало качество дверей от 3 до 9 тысяч рублей, в таком ценовом диапазоне у них там товар, они бы возвращались к нам. Могу абсолютно точно сказать, что с открытия магазина «Железный дракон» у нас продажи не упали, а наоборот, даже немножко увеличились. То есть, по идее, они вам помогают прокладывать дорожку к качественным дверям. Но, насколько я знаю, ваш магазин славится тем, что у вас все-таки уже зарекомендовавшие из себя двери, двери Torx, которые обладают достаточно хорошими качествами, свойствами, которые ценят покупатели. Есть ли какие-то новинки? Я думаю, к Новому году людям надо обязательно узнать о них. Да, двери у нас есть с подсветкой, двери с подогревом дверной коробки. Это стопроцентная защита от промерзания конденсата. Но двери эти вряд ли можно назвать сегодняшним изобретением. Это уже в течение года уводилось, мы уже давно их поставили на витрины. Ну, а в холодное время года эти двери стали более востребованы, и на них стали больше обращать внимание, конечно. Ну, я думаю, Дед Мороз, который сейчас спешит, да, в дома к нашим, жителям Азово и Азовского района, наверное, все-таки быстрее обратить внимание на дверь, которая светится, нежели на обычную. Ну, да, елку покупать не надо, если есть такая дверь. Понятно. Ну, и вам тоже очередной вопрос в вашем ролике. Ну, уникальные двери, я бы сказала, там, с двумя глазками, с какими-то жалюзями и еще с чем-то. Вы действительно продаете такие двери, или это был чисто рекламный ход? Это был и рекламный ход, и мы действительно продаем такие двери. Одну из таких дверей уже купили, это двери зеленого цвета. То есть, оказалось, что, в общем-то, не просто рекламный ход, и пользуются популярными. Конечно. А кроме зеленого цвета еще какие двери у вас есть? Кроме зеленого цвета широкий ассортимент отечественного и зарубежного производства. Это также двери, те, которые были с двумя глазками, с капканом и с железным засовом. Интересно. Ну, давайте теперь вернемся к тому дню, когда все-таки произошла трагедия, я бы так сказала, разбили автомобиль. Между прочим, он очень красиво смотрелся, яркий, красочный, с драконом, с надписями. Ну, просто супер приз. Не жалко, не обидно. Как вы вообще к этому отнеслись? Видели ли вы происходящее? Я понял вопрос. На самом деле, этот запорожец почему-то практически всему городу мешал. Не знаю почему. Ну, и когда у нас началась акция 120%, в этот день мы, как обычно, пришли на работу в 9 утра. Ну, и стали продавать наши двери, как и обычно. Ну, и часов в 11 где-то дня услышали звуки, какие-то гром, крики и так далее. То есть, прошло некое время, мы вышли из офиса и увидели, что какой-то парень неизвестный разбивал наш супер приз. Ну, в итоге, как приехали сотрудники полиции, выяснилось, что это наш недовольный клиент. Он был недоволен качеством нашей двери. Ну, и чтобы не поднимать шуму, гаму, мы решили... Пойти на мировую. Пойти на мировую, да. То есть, наказаний никакое не последует? Наказаний, да, никаких не последует. Ну, а вы для себя какой-то урок освоили после этого? Ну, конечно же, мы будем теперь, наверное, гораздо лучше подходить к продаже дверей и обучать своих менеджеров. Я слышала, что поговаривают о том, что вы собираетесь продать свой бизнес. Насколько это верно? Ну, все верно. Бизнес уже очень хорошо налажен и уже есть несколько покупателей. И один из таких покупателей – это Павел Третьяков. Это действительно так? Ну, мы рассматриваем это предложение, потому что идея охватить все ценовые диапазоны нам очень понравилась. Чем нас еще устраивает магазин «Железный дракон»? Тем, что он идет открыто против нас, он не стесняется, да, там, ни в выражениях, ни в чем. И делает это открыто, нежели… Не из-под тяжка, да? Не из-под тяжка, как делает это некогда… Не все, конечно, но некоторые другие, которые пытаются это сделать за спиной, там, ну, плевки в спину, там. Это такое бывает часто. И мне, как бы, не будет выгодно, если кто-то займет его место, а место уже раскрученное. То есть, если взять, допустим, голосование на веб-азове, да, это азовский этот сайт, «Железный дракон» занял абсолютно непонятно каким образом первое место. То есть, мы проголосовали за все магазины города, и только что появившийся новый магазин занял абсолютно первое место. Мы отстаем от него, там, примерно в два раза. То есть, мы на втором месте все находимся. Я думаю, наверное, помогла вот эта вот акция веселая такая, интересная, с драконом, потому что все-таки, ну, мне кажется, нашим людям сейчас не хватает вот чего-то такого яркого, красочного, сказочного, может быть, да? И дракон, наверное, сыграл свою определенную роль, что вот, я так понимаю, дверей у вас немного купили? Дверей у нас немного купили, но достаточно много у нас клиентов приходит. Но поклонников осталось много. Поклонников осталось, конечно же, много. Да, поклонников много. То есть, вообще вопрос покупки бизнеса рассматривается. Вам не жалко будет его отдать? Да, я думаю нет. Тем более, если вы его уже раскрутили. Раскрутили, так и делается бизнес. Потом придумаете что-нибудь новое? Ну, конечно. Павел, скажите, пожалуйста, вот если случится так, что вы действительно выкупите бизнес Александра, уже тот контингент людей, который проголосовал на сайте и который, ну, вообще смотрел на нашем канале ролики и полюбил, можно сказать, магазин «Железный дракон», будут ожидать, конечно, и от вас, что будут такие акции интересные, призы интересные. Будете ли вы продолжать это? Мы в любом случае будем продолжать и наши акции. Выкупим мы «Железного дракона», не выкупим. Как Александр по цене там нас сориентирует, уже будет приниматься решение. 1-я апрельская акция по бесплатной раздаче китайских дверей. Это уже стала традицией у нас в городе. Мы уже два года это делали. И думаю, что в этом году мы будем делать то же самое. Поэтому, в принципе, если кому-то нужна дверь китайского производства, то не торопитесь ее покупать. Вы можете ее, в принципе, получить бесплатно. Есть возможность и проявить свою кровожадность, где-то там поломать двери, да? Ну, может быть, мы этого уже не будем делать, потому что, в принципе, весь город Азов знает, из чего сделаны китайские двери. И вряд ли мы этим кого-то удивим, да? То есть что-то новое придумаете? Да, может, и придумывать особо ничего не будем. Может, просто раздадим, кто выиграет. Вот соберутся желающие, раздадим билеты, и кто выиграет, то дадим абсолютно бесплатно. Но мы все-таки от вас ожидаем более интересных акций. Мы уже привыкли, что вы нас всегда удивляете. Надеюсь, что на 1 апреля удивление у нас обязательно будет. Потому что, мне кажется, уже город привык к вашим первоапрельским розыгрышам, и люди ждут их с нетерпением. Поэтому не обманывайте наши ожидания. Люди сами подсказывают эти идеи. То есть это я не сам придумаю. Приходят люди, которые кто-то в разговоре, кто-то в споре, кто-то говорит, и мы просто вычленяем эти нужные фразы, эти идеи и воплощаем их в жизнь. Вполне возможно, что так произойдет и этим 1 апреля, да? И мы сделаем что-то из того, что нам предлагают наши же клиенты, наши потребители, наши посетители. То есть ориентируетесь на покупателя? Мы всегда ориентируемся только на покупателя. Ну, я сделала вывод из нашего сегодняшнего интервью, что, в принципе, вас мирить-то и не надо. Вы, в общем-то, не враги. Я права? Мы никогда и не ругались. И если для кого-то это было секретом, то в определенные моменты «Железный дракон» пользовался нашими монтажниками, установщиками. И я был не против, потому что нету какой-то подковерной борьбы, нету каких-то за спиной действий. То есть все происходило открыто. И, например, то, что «Железный дракон» говорит о том, что человек остался чем-то там недоволен, он это не прятал, да? Не было каких-то там непонятных там вариантов событий. То есть как все произошло, так все и рассказали. То есть в интернете там тоже были бурные обсуждения, для чего это делается, почему директор магазина так открыто заявляет о том, что у него что-то там не так недовольный клиент. А найдите мне хоть одну фирму, неважно, Азов это или другой город, у которой нет недовольных клиентов. Ну, то есть так, чтобы на 100% угодить всем, это нереально? Да это вообще никогда нереально. То есть человек приходит, у него могут быть какие-то завышенные ожидания. Он купил там дверь, неважно за какую сумму, там можно за 5 купить, можно за 30 купить тысячи дверей, да? Ну, если ему менеджер продал явно завышенные ожидания, то будет в любом случае разочарование. Поэтому мы своих менеджеров обучаем продавать только то, только те свойства, которыми двери обладают. Ну что, мы интервью наше заканчиваем, но я хотела бы, чтобы вы еще поздравили наших зрителей и вообще жителей Азовы, Азовского района и Ростовской области, потому что нас смотрит очень много зрителей. Поздравили с Новым годом, с Рождеством, со всеми новогодними праздниками. Пожалуйста, Павел, вам слово. Я поздравляю всех телезрителей канала Анта, всех азовчан, жителей Азовского района с наступающим Новым годом. Желаю вам в этом наступающем Новом году всего самого хорошего, удачи, здоровья, ну и успехов во всех ваших начинаниях. Ну а теперь вы, тем более, железный дракон, год дракона. Год дракона уходит, к нам приходит год змеи, мы от нее ждем очень многого. Вы поздравьте. Дракон на самом деле никуда не уходит. Я присоединяюсь к словам Павла Васильевича, и в этот день вам все будут желать только доброго и хорошего. Я лишь хочу пожелать, чтобы все это доброе и хорошее сбылось, ну и, конечно же, то, что вы сами себе пожелаете. Я присоединяюсь ко всем этим поздравлениям. До Нового года осталось действительно совсем немного времени, поэтому желаем вам счастья, удачи, только качественных покупок и только приятных сюрпризов. До свидания, до новых встреч на 30-м канале Анто. Продолжение следует...